Всем здорова! У меня такой сегодняшний видос, ролик, это послание для самоубийцы, либо письмо для самоубийцы. Потому что сейчас, наверное, в наше время, теперь видосы становятся книгами, становятся песнями, становятся фильмами. И что я хочу сказать, вот буквально пару дней назад я вспоминал книгу «Вероника решает умереть», и буквально сегодня узнал, что человек, ну, я в принципе даже не знал этого человека, может быть, пару раз в жизни видел в своем дворе, там еще где-то, в общем, молодой парень, 25 лет, написал там какую-то предсмертную записку, предсмертную записку написал, заперся в гараже и, ну, включил двигатель, там, короче, уснул, что ли, со включенным двигателем автомобиля. В общем, умер. Умер, совершил самоубийство. Угорел от выхлопных газов, задохнулся. У меня в свое время одноклассник. Очень давно это было еще в школе, ну, я учился уже в другой школе, еще в 8-9 классе, мы с ним дружили, он был вообще такой здоровяк. Я там был, наверное, метр с кепкой, он был метра два ростом, огромный такой широченный тип. Дрались мы с ним, помню, как-то. Вообще было интересно. После того, конкретно подрались, потом что-то стали дружить. Я был металлистом, был рэпер, но ничего там. Про машину мне постоянно всякие штуки рассказывал. Про то, как на мотоке гонял на одном колесе, на двухколесном мотоцикле с коляской. Вот. И где-то в классе в 11-м он тоже такая же схема. То ли сам специально, то ли случайно заперся в гараже и, ну, уснул в работающей машине. Задохнулся от выхлопных газов. Вот. И я хочу сказать, вообще, постоянно, я вот тут недавно узнал цифру, что, наверное, по одному только моему городу, там, по району, где 100 тысяч, может быть, населения, 5-6 самоубийств, то еще и больше в день случается. То есть, это по городу, наверное, человек 20, может, еще больше. И специально думал, может быть, это неправильные данные, может быть, я ошибаюсь, залез в интернет и нашел такие данные, что чуть ли не 16 человек в среднем на земле на каждые 100 тысяч населения совершают самоубийства каждый день. И раньше как-то я не относился, относился к этому так, ну, как сквозь пальцы смотрел. А тут я представил, представил, что вот-вот человек из моего родного города, практически из двора, где я вырос, 25 лет человеку, у него есть семья, родители, родители, которые растили всю жизнь, которые ночью не спали, которые работали на работе, которые последние деньги тратили на лекарства для него, которые плакали, когда он болел, которые носили его на руках, которые переживали за него, пока он был где-нибудь в армии, в этой, вонючей, в которой непонятно, что могло с ним случиться, которые беспокоились из-за каждого синяка, и вот их сын сам взял и убил сам себя. Это вообще просто. Подумай, подумай о них, о своих родителях. Если у тебя нет детей, подумай о том, что они могут быть. Подумай о своих родных, может быть, о своем брате, о сестре, еще о ком-то. Как они будут жить без тебя? Почему они виноваты? В чем они виноваты? Подумай об этих самых-самых дорогих людях. В чем они виноваты? Вообще в чем? За что им это? Похрену на тебя. Пошел ты в жопу вообще. Пошел нахер, если ты собрался совершить самоубийство в этом мире, в котором и так хватает вообще всяких разных злодейств. Похер на тебя. Но ты подумай о своих родных людях. О тех людях, которым не наплевать на тебя. Не о какой-то вонючей бабе, которая, не знаю, крутила жопой вчера, а сегодня ушла куда-то. Не о каких-то, может быть, непонятных людях на работе, которым посрать вообще на тебя, и для которых ты кусок мяса. Не о каких-то людях в школе, на учебе, там еще где-то. Может быть, каких-то псевдодрузьях, которым на самом деле насрать на тебя, им нужно от тебя, чтобы ты что-то сделал. Может быть, им интересны твои деньги, может еще что-то, твои знания, я не знаю что. Ты подумай о тех людях, которых ты дорог, которые любят тебя просто за то, что ты есть. Просто за то, что ты есть. Подумай о них. Сколько мучений, сколько горя и слез ты им предлагаешь перенести. Сколько они вложили в тебя. Сколько всего в этом мире они потеряют, когда тебя не станет. Подумай об этих людях. А если даже, если мало ли там, бывают люди, у которых никого нет, или там еще что-то, или как раз, может быть, их к самоубийству подталкивает отсутствие вот так вот родных и близких тебе людей. Если ты собрался, если ты не ценишь свою жизнь, и вот если вот она, ничего не стоит, ты готов выкинуть ее, просто выкинуть в окно, может быть, там, утопить в ванне с кровью. Может быть, еще, кстати, представь, как ты будешь выглядеть, когда ты будешь висеть, у тебя будет торчать синий язык. Ты обязательно обосрешься еще и обослышься, потому что это непроизвольно тело производит эти все фекалии, когда, например, человек вешается. Как ты будешь синий и скрюченный там в этой ванне с перерезанными венами. Ты не будешь красив, ты будешь мерзок, ты будешь отталкивающе неприятен. Представь себя таким синим, скрюченным, волосатым, даже если ты девушка, ты будешь волосатая, скрюченная, с отросшими кривыми ногтями, с вылезшими глазами. Представь себя, ты хочешь, чтобы на тебя такую смотрели, чтобы на тебя такого смотрели твои там люди вокруг, которых ты знаешь. Твои друзья придут и будут видеть на тебя, на такого, на кусок синего, кусок синего и распухшего. Ты таким хочешь быть? И если ты не ценишь вообще свою жизнь, вообще ни копейки она у тебя не стоит, ты готов просто выкинуть. Ты готов просто выкинуть то, что ты жил, что ты стремился, что ты просыпался, что ты шел на учебу, что ты ел, что ты страдал, что ты, может быть, любил кого-то, что ты что-то делал. Это все зря. Тьфу, это ничего не стоит. Если ты готов это выкинуть, так выкинь это с пользой. Выкинь, не просто так, выкинь то в своей вонючей, мерзкой квартире, в подвале в каком-то. Иди и сделай что-то. Если тебя, если ты все равно готов умереть, пойди на войну во имя там добра, справедливости, да хоть чего, иди и сделай что-то. Посмотри, выйди на улицу, сколько злодеев, сколько говна всякого ездит по улице на огромных машинах, которые вытворяют что попало, которые, я не буду говорить уже, много о разных, о разных существах. Выйди на улицу, их хватит вокруг. Если ты не ценишь свою жизнь, вообще ни гроша она не стоит, так иди и сделай что-то с ней. Иди с помощью нее хоть что-то сделай, во что ты веришь. Иди и взорви любую машину этого говна, я ни к чему не призываю, я просто как бы аллегория, аллегория. Ну иди и что-то сделай. Иди переведи, нахер бабушку, езжай в детский дом и попробуй помочь хотя бы одному человеку там. Хотя бы одному человеку, одному ребенку, который страдает, помоги. Отдай ему свою квартиру, нахрена тебе квартира, если ты сдохнешь сейчас? В эту секунду. Иди и попробуй сделать что-то хорошее. Где-то строят храм, попробуй. Что попробуй? Иди и сдохни на строительстве этого храма. Если твоя жизнь ничего не стоит. Сделай, сделай хоть что-то сейчас. А потом посмотришь. Иди и сделай что-то со своей вообще не стоящей, ничего никчемной жизнью, которую ты готов выкинуть, которую тебе не жалко, которая тебе не нужна, которая тебе сейчас не нужна. Если ты ни о ком не думаешь. Иди и сделай, хоть как-то попытайся, не то чтобы ценность принять. Один из миллиардов сперматозоидов, ты плыл, ты прорывался, твои родители хотели, радовались, любили тебя, носили на руках. Иди и сделай хоть что-то с этой никчемной, вонючей, позорной жизнью, которая, как ты решил, ничего не стоит. Хоть на что-то стоящее, да ладно ж на стоящее, хоть на шоколадку, иди и возьми шоколадку в горке. Иди сделай что-то. Всем пока, всего хорошего. Покажите это знакомому самоубийце. Покажите обязательно.